День Победы 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 И совершенно это все по-другому воспринимается, потому что все идет к тому, что оттуда из-за рубежа и здесь уже тоже фраза «а может не было войны» уже звучит по-другому. Потому что есть определенные силы, которые хотят заводить эту войну, хотят обнять у нас эту победу. К сожалению, они есть и у нас. Даже не хочу говорить, что в России, а вообще на всем постсоветском пространстве. Недавно слушаю в новостях, допустим, какая-то женщина с определенным статусом написала большой пост, что сейчас деткам покупают эту военную форму, старинно одевают пилоточки. Это неправильно. Мы не должны так относиться к этой войне. А как мы должны к ней относиться? Я, сколько помню, в свое детство я играл в военушку. Никто не хотел быть немцем. Мы считалочку разыгрывали, где будут красные, где будут немцы. Сегодня дети, наверное, играют в другие игры, они уже в компьютерах играют. Время немножко расставлять все по своим местам. Это не Counter-Strike, это Ил-2, допустим. Это Wargaming, у нас белорусская фирма такая, ну, с корнями из Беларуси. Это World of Tanks и так далее. Там эта тема, там она идет. И это правильно. И если наши дети не будут носить эти пилоточки и эти портретики своих прадедов, бабушек, прабабушек, которые погибли во время войны, То тогда действительно когда-то скажут, а может, не было войны. Сквозь войну мы годы воюем, отцов и дедов повторяем. Мы снова высоты штурмуем и словно в заправду стреляем. Хоть войны по книжкам узнали, отчаянно все же рискуем. Пластмасса в руках вместо стали. Мы снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, всего лишь войнушка, и пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Мы сами дошли до Берлина, пройдя всех дворов, повороты. Мы сами взрывались на минах, в атаке водили мы роты. Мы вместо погибших стреляем, когда отступаем, горюем. Пусть игры все это мы знаем, но снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, всего лишь войнушка, и пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Все войны свои я закончил. Годов уже стало популя. Но что-то в душе болит очень, когда выхожу в чистое поле. Здесь дед мой средь тысяч схоронен, по ним мы полвека тоскуем. За них поднимаемся с боем и снова воюем, 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 воюем. И пусть не война, а всего лишь войнушка, и пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем, воюем. Войну сын не видел, поменьше. Малыш, впереди десять классов, А просит уже в магазине купить автоматы с пластмассом. И пусть не война, а всего лишь войнушка, И пусть автоматы, всего лишь игрушки. Все как на войне, мы врага атакуем. Мы снова и снова воюем, воюем. Воюем. Спасибо. Я просто обычно вот какие-то приветы передаю на прямой трансляции. Обычно это где-то там потом. А сейчас вот пою песню. А она написана, я помню, я ее писал на 45 лет победы. И сын был действительно маленький. И в общем он даже в каком-то виде фигурирует свою песню. Он сейчас в Нью-Йорке. И смотрит эту трансляцию. Денис, там американцам, на всякий случай скажи, что победу мы ковали, а не они. Третья песня всегда на концертах моих. Это память их тех, кого нет с нами. И раз в году я пою именно ту песню, которую я сейчас исполню. Каждый раз, я надеюсь, что мне не придется ее петь. Потому что тогда, когда я ее написал, в 1993 году, далеком уже, когда начинали происходить вот эти первые неприятные события, когда именно вот в тот момент был демонтирован памятник маршалу Коневу в городе Кракове. А Конев был именно тот, благодаря кому этот город был освобожден нетронутым. Я в прошлом году туда ездил. Это действительно красота. И понимаешь, что это же благодаря нашим положенным жизням. Мы разговаривали с поляками. Многие, допустим, это воспринимают с благодарностью и помнят об этом. А некоторые как бы считают, что это просто вот так сложились обстоятельства, и город остался цел. Так даже в 1993 году, помню, когда это все, мотивация написания песни, в Праге разукрасили в розы цвет танк, который освобождал Гожи 9 мая, когда это вот пражская восстаня, опять же, Прага. Когда там бываешь, это, наверное, один из красивейших городов мира. Я когда там вот ходил по улицам, ощущение, что попал куда-то в сказку Андерсона. Ощущение ощущения. А знаете, какая у меня мысль была самая главная? Боже мой, как здорово, что это все не разбомбили. Не немцы, не американцы, которые снесли с лица земли Дрезден, к примеру. Потому что, ну, восстановить такое, что находится в центре Праги. Я видел восстановленный Дрезден. Это тоже здорово, да. Видно, вот главный собор кафедральный, в котором темные кирпичи, это то, что немцы вот хранили долго, они вынесли все это за город, и потом это все восстанавливали до 2008 года. Дрезден восстанавливался до 2008 года. И вот белые кирпичи там и камни, это то, что уже новое, того, чего не хватило. Они это все очень хранили. Это, кстати, о многом говорит. И перед этим тоже можно снять шляпу. Вот. Прага осталась целая. Опять же, благодаря нашему воину-освободителю. К сожалению, тому, кому сегодня памятники демонтируются в Польше, на Украине. И вот, когда я написал ту песню, я думал, а, это вот, ну, такое разовое явление. А потом годы шли, шли, шли. 2007 год, вот эта вся эта неприятная история в Таллине, с уборкой памятника воину-освободителю. И дальше, дальше, дальше. И вот то, к чему мы пришли сегодня. Несмотря на то, что существует международный закон об охране памятников и захоронений воинам, погибшим во все войны. Сегодня меня поздравлял с праздником один ветеран, когда-то командовал полком дальней авиации. И он говорит, вот я был в Калининграде, а там очень ухоженные могилы солдат Вермарта. А рядом наши, говорит, наши вот хуже, конечно, жалко. Но, тем не менее, то есть это все вот существует. Это у нас, а Польша, бах, и убрали памятник генералу армии Черняковскому. И 600 тысяч человек, которые положили свои жизни для освобождения той страны, где были самые страшные концлагеря, среди которых освенцы, сегодня пытаются уничтожить. Ну ладно, я каждый раз, когда пою эту песню, я думаю, что, может быть, я ее пою все-таки в последний раз. Хотелось бы его доверить, дай бог, но пока пою. Мой дом последний здесь. Здесь плащ полоток рваных. Наш взвод почти что весь лежит в смертельных ранах. Здесь братская могила. Здесь вечно отдыхаем. Земля нас всех сплотила. Мы годы вспоминаем. Так прямо Нас запад шли упрямо. Не дождались нас мамы. А люди там над нами ломают монументы и повинка ногами. Раздоптаны все ленты. Вот так, что этот город Оскобо ждал когда-то. И что стоял здесь гордо, Уже пропал куда-то. Фитлер, Ты знаешь все на свете. За что же люди эти Теперь так злые на нас? Сколько Нас полегло здесь? Сколько В земле чужой, да только Все позабыл и смотрелось. Ну все, нас переносит. Весь взвод за город прямо Потом их дети спросят, Что было в этих ямах. Здесь были те ребята, Которых не дождались, Которые когда-то за их народ Вражались. Пули Косили нас и гнули, Но все ж мы не свернули. Врагу пришлось Бежать. Ждали, Так до нас и здесь, так ждали. За них мы жизнь отдали, Остались и здесь лежать. Случилось, что на свете Вновь в прах наш засыпают Меня на землях этих Второй раз убивают. Мы были здесь не гости, Нас гибнуть не просили. Не трожьте наши гости, Верните их в Россию. Где-то Сквозь воды ждут нас Где-то Прошло хоть много лет, Но Нас помнят и теперь. Мне бы Увидеть свое небо, Услышать запах хлеба, Открыть родную дверь. Мне бы Увидеть свое небо, Услышать запах хлеба, Открыть родную дверь. Спасибо. Каждый раз вот ее пою, Я думаю, в следующем году Дай бы Бог не петь. И сейчас повторюсь опять же, Дай бы Бог не петь. Я уже говорил, что сегодня буду петь Не только свои песни, Те, которые мне нравятся, Те, которые наверняка вы знаете. Вот из этого разреза Следующая песня. Прожил-то шарит, Осторожно по пригорту, И ночь от этого нам кажется темней. Который месяц Не снимал я гимнастерку, Который месяц не растет, Ивал ремни. Есть у меня в запасе Гильза снаряда, В кесете вышит, Душистый самосад. Солдату лишнего Имущества не надо, Махнем не глядя, Как на фронте говорит. Солдату лишнего Имущества не надо, Махнем не глядя, Как на фронте говорит. Солдат, храни В кармане Выцвешившие Письмо от матери До горсть родной земли. Мы для победы Ничего не пожалели, Мы даже сердце, Как инзы, Не берегли, Что пожелать тебе Сегодня перед боем. Ведь мы в огонь и дым Идем, не линоград, Для власть тобою Поменяемся судьбою, Махнем не глядя, Как на фронте говорит. Мы научились Под огнем ходить, Не горбясь, С жильем случайным Расставаться не скорбя. Вот потому-то наш Родной партийский пауэрбуз Столграмм сприцепа Надо выпить за тебя. Покуда тучи Над землей еще теснется, Для нас покоя нет И нет пути назад. Общем с тобой мне На прощанье поменяться, Махнем не глядя, Как на фронте говорят. Махнем не глядя, Как на фронте говорят. Александр Гутина, стихи, Музыка моя. Дождь, четвертые сутки, Молчит, ворчит старшина, Молоко превратился в болото, Но дождю все равно Водяная стена Загрустила в траншеях пехота. Эх, сынок, что война, Ей не нужен талант, Гранят жизнь до смерти так зыбко. Нелегко тебе сдеть, Покорий музыкант, Иди теперь Твои ноты и скрипка, Иди теперь Твои ноты и скрипка. Музыканту пошел Двадцать первый годок, Дымом охорки, Как тонкая змейка. Три недели на фронте, Конечный срок, Вместо скрипки В руках трех линейка. В октябре ветер стал, И прозрачнее злее, И земля грязно-рыжего цвета. Выставляла порой Маленьких лебедей, Белоснежных танцовщиц, Белоснежных балета, Белоснежных танцовщиц, Белоснежных танцовщиц, Белоснежных танцовщиц, Несмотря на распутицу Слякоти дождя, Наслаждаясь Невидимым танцем, Он не кашлял в кулак, Не испытывал дрожь, И в окопах, Сжимая, И в аккордах Сжимал свои пальцы, Громыхнула, накрыла копы землёвые И огнём от света алого мака Поднимая стрелку в роту на бой Старшина глухо крикнул в атаку Старшина глухо крикнул в атаку Облака порохали и пули, как граб И колола под ложечкой тупа И стрелял, и бежал музыкант наугад По размокшей земле и по трубам Этой жизни постигнуть немыслима суть И в сражении слепой рукаверти Музыканта осколком ударил в рот И он рухнул, подкошенный смертью Дождь всё льётся и льётся И мир весь размок Старшина закрутил самокрутку Затянулся, вздохнул Эх, ну как же, сынок Музыкант, двадцать четвёртые сурки И пехота шагала листвуя шурша Что и грязь, и непогода, и горы Не летела погибшего парня душа Далеко к лебединым озёрам Далеко к лебединым озёрам Спасибо 74 года со дня победы А у нас в Беларуси в этом году Ну такой юбилей, который будет отмечаться в следующем году Именно как день победы А в Беларуси 75 лет освобождения нашей республики От немецко-фашистских захватчиков Это государственный праздник 3 июля Он называется День независимости Я так, ну, всегда с гордостью говорю Что у нас, в Беларуси, самый правильный день независимости Потому что, ну, я даже не знаю, от кого независима Россия Вот А все остальные страны, как-то у них такая привязка странная Там, каким-то декларациям, каким-то указам и так далее В Беларуси день независимости Это день освобождения города Минска Который Вот, случился 3 июля 1944 года И это считается датой днём освобождения Беларуси Очень серьёзные мероприятия намечаются Конечно же, в воздушной параде Как человек привязан к авиации Об этом не могу не сказать Для вот такой небольшой маленькой республики Это будет 49 бортов И, опять же, я Ну, вот Я считаю, этим тоже можно гордиться И когда некоторые говорят, что там между Беларусью и Россией Такие там всякие отношения могут вот так вилять Но только не между военными В этом воздушном параде участвует и российская авиация И не первый год То есть эти 49 бортов — это наши белорусы и наши россияне Вот Часть базируется, прилетает специально в Мочулище Так, как правило, в прошлом году были Яр-130 и Су-34 Одни, по-моему, из Армавира, другие из Ростова Из Балтимора, ну сейчас не из Балтимора, а из Бутурлиновки Вот И дальники прилетают, в общем, как бы из Эмбельса и с Шайковки Это все очень такое потрясающее зрелище Я к чему все это? К следующей песне Она посвящена дивизии, которая и сегодня существует Но которая для Беларуси очень много чего значит Она дислоцировалась в том городе, где я начинал свою службу лейтенантом В городе Лидо Это первая гвардейская в то время штурмовая авиационная дивизия Целых пять орденов, это орден Ленина Дважды краснознамен, орденов Суворова, Кутузова, Гвардейская, Сталинградская В свое время сделали все-таки Волгоградская Но ветераны вот так стали все смирно и сказали Нет, дивизия начинала свой путь в Сталинграде И она Сталинградская, и она Сталинградская И сегодня эта дивизия, штаб у нее в Крымске Она первая гвардейская Смешанная авиационная дивизия с теми же регалиями Это очень здорово К сожалению, не все у нас сегодня части соединены У нас это, я имею в виду, в России Для меня это родина К сожалению, не все сохранено Ну дай бог, чтобы что-то восстанавливалось Та же Кубинка, там есть проблемы определенные С возвращением наименований и так далее Ну да, следующая песня Она посвящена летчикам Именно той дивизии, не вернувшихся с боевых заданий Дивизия работала на Ил-2 в операции Багратион Это был ее просто звездный час Когда освобождали Белоруссию Очень много летчиков погибло Не вернулось из боевых вылетов И я написал, помню эту песню Когда отмечалось 92-й год, 42-й, значит 50-летие этой дивизии Тогда еще были мужики, которые, ну деды там, как сказать Которые в ней служили Их немножко было, потому что штурма Это самые большие потери во время войны среди авиаторов Одна потеря на 10 боевых вылетов Хуже было всего только на флоте Потому что если сбивали самолет, то падало море И я вот все время вспоминаю эти люди Которые, ну, они уже такие совсем были старенькие А глаза у них вот так блестели Как будто вот они, наверное, там и остались В тех годах, в том возрасте Они все это вспоминали Пили водку Вот, улыбались и так далее Конечно, поднимали бокалы за своих товарищей Которых было очень много Которые не вернулись в боевые задания Я помню, я, может, много говорю Но я считаю, это важно В преддверии Дня Победы Я брал интервью у ныне покойного уже Но герой Советского Союза Он майор был в отставке Геннадий Владимирович Шатила Он рассказывал, что он в эту дивизию Пришел как раз-то в 44-м году Совсем молодым И когда он говорит Я пришел в столовую А там пусто А где все, говорит, на задании? Да нет, говорит, всех сбили Ну, так, примерно вот так он рассказывал Что, в общем-то, именно в тот момент В дивизии, ну, в том полку, в который он попал Из этой дивизии Там где-то оставалось четверть Живых летчиков В это время вот собирали других Потому что те не вернулись Стрелой взлетела по хорькам Зеленая ракета И значит нам штурманика Опять работать где-то Три года хода за спиной Мы все, друзья, теряем Нас ждет опять смертельный бой Нас ждет опять смертельный бой Сомнения прочь Взлетаем Забыло небо то, что есть Цвет голубой на свете Наверное, нами движет месть Мы душем гадов этих Горит родная Беларусь Мороз идет похоже Я верю в то, что я вернусь Я верю в то, что я вернусь Стрелок мой верит тоже Небо Ты нас не забудешь Ты все-таки нашим осталась Мы все как один Мы дожить до победы мечтали Небо Мы шли сквозь огонь Нам тяжелое время досталось Сжимая штурвал Стеснув зубы Мы в бой Улетали Под лоскостями дыбыча Голонна танков Врет фашисты в рации Кричат на архивидж Варцетон В веке глубокое Вхожу Смертьям двум Не бывать Я вам сейчас всем покажу Я вам сейчас всем покажу Такую вашу мать Горит земля Вот это бой И весь сырым насели Вот в чапни Ход зашел худой Я видно на прицеле И мой стрелок на век умол И боль мне сердце давит Сегодня вечером наш полк Столой вечером наш полк Рыб с водкой нам поставят Небо Ты нас не забудешь Ты все-таки нашим осталась Мы все как один Мы дожить Нам победы мечтали Небо Мы шли сквозь огонь Нам тяжелое время Досталось Сжимая штурмал Стиснув зубы Мы губой улескали Летят метра Все равно свет Огонь уже в камине Мне прыгать смыслом Просто нет Небо Сны В памине За скором Живешь в бою Мне погибать Негоже И жизнь Короткую Свою И жизнь Короткую Свою Продом Я подороже Мое Последнее На пике Назад мне Не вернуться Безлом Я нынче На лике Не хоть Не промахнуться Штурмал Батанка Удержать Теперь Молитесь Гады Еще Усмел Я прокричат Ребята Лихо Поминать Наш экипаж Не надо Небо Ты нас не забудешь Все-таки Нашим осталось Мы все Как один Мы дожить До победы Мечтали Небо Вышелись Квозь огонь Нам тяжелое Время Досталось Сжимая Штурмал Слеснул Зубы Мы в обои Улетали В небо Спасибо Опять же Возвращаясь К той теме С которой я сегодня начал А может не было войны Я где-то На какой-то из страниц В свое время Давно-давно Разместил памятник Который у нас На шоссе Минск Радашковичи Там памятник Экипажу Гастелло И Буквально Это было Совершенно недавно Месяца два Три назад Развернулась Какая-то полемика Появились какие-то Ну не знаю Может это не тролли И вот Началась Вот эта история Которая уже Неоднократно В определенной прессе Там И так далее Она обсуждалась Что там был Не Гастелло А был Маслов И так далее А какая разница Если нет этих памятников На что Нам равняться О чем нам вспоминать И вот Определенные Товарищи Кавычках Они писали Вот Это неправильно Надо Историю знать Такой Какой Она Есть А какой Она Есть Есть то Что Александр Матросов Первым Шагнул Амбразуру А он Был Не первый А какая разница Их было Много Главное Чтобы Мы Помнили Эти фамилии И Не важно Это был Гастелло Или кто-то Потому что Этих людей Этих летчиков Которые Направили Свои Горящие Машины На фашистов Их было Больше Чем мы об этом знаем Потому что Потери армейские И все эти подвиги Они Происходят и сегодня В той же Сирии И так далее И не всегда до нас Это доводят Не всегда Это просто известно И Не будет человек Который Вызвал на себя Огонь Выдавать по рации Вы там Отметьте Что я вызвал Огонь на себя Чтобы потом Это было записано Где-то Вот Эти все подвиги Человек совершает Не думая о том Что останется ли он В памяти Он думает Наверное Все-таки О родине Не знаю Может я сегодня Как-то Много пафоса Добавляю Ну для меня Это святой праздник И я думаю Что для тех Кто сегодня сюда пришел Вернее уверен В этом Потому что У всех Есть те Наши родственники Которые в этом Участвовали Те кто не вернулся Те кто Вернулся раненым Те кто Вот Участвовали В разгроме Самой страшной Как говорится Самой страшной Угрозой для всего Мира Фашизма Мы обязаны Об этом Помнить Завтра Завтра парад Замечательное Событие То чем мы гордимся Будем Наверняка Мы все будем смотреть Это по телевизору Кто-то будет там На площади Я вчера Так все время Хвастаюсь Наверное У меня вчера Был юбилей Я десятый раз Пролетел на площадью Победы На генеральной репетиции Ну я еще летал На параду Но вот Именно генеральная репетиция У меня вчера был Десятый раз Я летал с ребятами Из Ташкана Ми-8 Мы были в первой пятерке Ми-26 И Четыре Ми-8 Какие-то вот ощущения Когда пролетаешь На догонной площадью страны И видишь Заполненные трибуны Даже 7 мая Тут даже Приходят ветераны Потому что 9 мая Не все могут туда попасть Да и 7 мая Тоже не все могут попасть И это очень здорово Что на генеральной репетиции Все равно сидят Эти люди И это все видят И это здорово Я всегда говорю 8 мая Мы желаем Тем, кто завтра Поднимется в небо А это 74 борта 19 вертолетов Остальные Это самолеты Чтобы все получилось штатно Дай бог Чтобы все было хорошо Спободилось Потому что Два года назад Получилось так Что мы слетали на генеральную А 9-го Все-таки Отменили этот Пролет Но вроде На завтра Все складывается Дай бог Чтобы ребята Все прошли Нормально Чтобы все это Было штатно Следующую песню Спою Она посвящается Моим близким Близким друзьям Из Кубинки Пилотажным группам Они завтра В этом участвуют А песня Написана была В те времена Когда Не летали они Министром был Всем известный Товарищ Связанный с мебелью Вот Летали мы тогда Только вот На вертолетах С флагами Это было По-моему Два или три года Подряд И парни Вот Ну Только мечтали О том Что Ну Это надо Это надо Не только им Это надо В первую очередь Всему народу Песня о другом Но тем не менее Там об этом тоже есть Летим в заморскую страну Что далеко в чужих Шерутах Мы на военных самолетах На нашей маршрутце Не на войну Летим В нерусскую страну Как по линейке В небесах Мы чертим следы Инверсионные Меняя снизу Странные зоны И часовые пояса Мы на работе В небесах Мы небом Одержимы И это Не на час На жизнь В воле заниматься Летным делом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то Что на земле Все за пределом Там на земле Давно все За пределом А летим туда Где чтут Коран Там авиация В подворье И кто главней У них Не спорят Музырьмон Мы им открутим Билотаж Сорвем в восторг Аплодисменты Ведь помнят страны Континенты Все знают В небе Наш 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 Крэзи Билотаж Мы небом Одержимы И это Не на час На жизнь Коли заниматься Летным отделом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то Что на земле Все за пределом На земле Давно все За пределом Дай бог нам снова Над Москвой Пройти дать Салют Победы На нас из небес Посмотрят Деды И вспомнят свой Последний Чехой Подзадерзающей Москвой И дай господь Осберечь Орля Чтоб не пришлось С нуля Сначала А ведь Кажеток Покрышки Чкаф На помощь К нам не прилетят Но там На небе Не простят Мы небом Одержимы И это Не на час На жизнь Коль заниматься Леным отделом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то Что на земле Все за пределом Там на земле Давно все За пределом Мы небом Одержимы И это Не на час На жизнь Коль заниматься Леным отделом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то Что на земле Все за пределом Там на земле Давно все За пределом Так жаль Что на земле Все за пределом Там на земле ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Я уже вот сегодня говорил, что некоторые песни я пою только на День Победы. Я вот, кстати, только на День Победы в этом клубе одеваю вот этот комбинезон. Иногда я думаю, что, наверное, может, не совсем имею на это право, но определенные люди в 237-м центре показа авиационной техники, это было еще когда-то, начиная от Игоря Валентиновича Ткаченко, мой первый комбинезон был пошит нас вместе с русскими «Витязями». Просто мы вот приехали в ателье, с нас снимали мерки, потому что есть комбинезоны, которые продаются, а вот для летчиков их измеряли, в том числе меня измеряли. Но это уже давно было, это вот другое. Но я по 9 мая всегда его одеваю, наверное, с определенной гордостью, с определенными, наверное, мыслями. Я, вы знаете, что на концертах представляю определенных людей, которые присутствуют в зале. Ну, не знаю, есть ли сегодня те, о ком я думаю, но тем не менее. Я просто, ну вот, хотел бы сказать, что те ребята, которые завтра полетят над Кремлем, и тем, кому мы вот в связи с этой песней, конечно же, пожелаем удачи, чтобы завтра все произошло штатно, безопасно и все здорово, чтобы весь народ гордился, весь мир с восхищением смотрел на это дело. Конечно, никто из них не смог приехать сюда, и я не питаю иллюзий, потому что им нужно сегодня выспаться, завтра рано встать, приехать на аэродром. Я там тоже буду, потому что я сегодня уже ничего и в Кубинке, и вот мы завтра на аэродроме работаем. Мы все время их с волнением провожаем, с радостью встречаем. Но тем не менее, я вот, честно говоря, насколько знаю, в зале есть человек, который очень сильно связан с Кубинкой. Он летал в составе эскадрильи «Небесные кусары». Была такая группа на Су-25-е в свое время. Сейчас он там не летает, но зато он три раза в космос летал. Это герой России Антон Скаплеров. Не знаю, есть он, но должен быть здесь. Где-то прикреплется. Я не вижу, на меня просто... Ну, сказали, что он здесь. Вот. Следующая песня. Она не про войну, конечно, не про ту войну, но я... Вот у меня первое отделение составлено так, что на второе можно все привязать к Великой Отечественной войне. Каждую песню. И даже если она написана... Вот я же... Предыдущая песня, она вроде вот про пилотажную группу, но тем не менее она привязана к той войне. Все военное просто не может существовать отдельно от тех событий, потому что это все имеет какое-то наследие. Иногда говорят, что войны выигрывают солдаты. И это в определенной мере правильно. Хотя, по большому счету, войну выигрывает вообще страна, и страна это так, на самом последнем месте, на первом месте народ. Ну, а если уже касаться конкретно армии, то это действительно солдаты, те, кто первым идет под огонь. Это офицеры. И это, конечно же, генералы. Некоторые люди, которые не совсем сведущие в военной теме, иногда говорят, а, генералы — это вот там люди с лампасами, там где-то вот в тех кабинетах, там, на паркете. Лично я всегда говорю, что мне в жизни с лейтенантских времен повезло с генералами, с которыми я служил, еще больше с теми, с которыми я сегодня знаком по жизни, уже будучи военным тележурналистом, и просто, опять же, там, вот, занимаясь песней. Говорят, тяжела шапка Мономаха, или генерала тоже, она тяжела, потому что на тебе висят эти жизни. Если ты умный генерал, то у тебя и меньше погибнет этих жизней, уйдет. Это я все, к чему и так следующая песня. Жизнь прожить, не более перейти, но если в небе ты живешь, значит, обулаками ты пойдешь, просто не избегая по пути, если смог летающим ты ждать. Крыльями за небо ты держись, ты ему доверила свою жизнь, значит, будь готов и отдай. Горёш научился летать. И во сне, и на его уносился в синеву, ввысь подняться он всегда мечтал. По кривой или напрямик, жизни стремительно, как миг, но летать за годы не устал. Генерал Он всю жизнь по небу прямо шел, легких он путей не выбирал, а летный, еще не паркетный генерал не любил он кабинетный стол. Кабинет иной предпочитал, где он в кресле, но совсем в другом. Тоже с ручкой, но не за столом. В бой ходил нередко генерал, в этом кабинете он летал. Жизнь она, как пилота, что вдруг, что ворто вираж, от судьбы подарков он не ждал. Кто-то скажет, что без злоб в небе всем смертям назло, даже где без шансов побеждал. Генерал Есть свой крест у генеральских звезд, званием назначен и судьбой отправлять людей приказом в бой. Тех, кого упомянут в третий тост, он и без приказа был готов на задание в вечность улететь, предпочитал бы сам он умереть. Чем смотреть в глаза пути и вдов, не найдя до тишины слов. В небе не всегда ЭТМ, Бог вернулся даст и всем генерал, конечно, это знал. Не прикроешься никем, шапкой, мономаха шляп, Нужно оставаться, как метал, генерал. На комбезе летном нету погон, и в пожарище любой войны в небесах все летчики ровны. Вместе переходят Рубикон, как в рулетку русскую играло. Он со смертью сколько раз не счесть, на земле и в небе свою честь. Он не уронил, а не заморал. Значит, настоящий генерал. В небе или на небе жить Может, только мог решить. Генерал из двух не выбирал. У него один был путь, на котором не свернуть. Не свернул нигде и не упал. Генерал. Генерал. Спасибо. Не смогли прийти, ну, немало моих очень хороших и друзей, и приятелей именно с генеральскими погонами. Надеюсь, и, ну так, по-моему, знаю, что есть здесь Дмитрий Леонидович Костюнин. Есть? Нет? Есть. Дмитрий Леонидович, ну как же вы вот там? Ну, да генерал, который сегодня летает. Вот. Спасибо, что пришли. Я еще право от него немножко расскажу. И вообще очень рад видеть. Спасибо. Весни, которые мне очень нравятся. Эх, дороги, Стреляют от туман, Голода, тревоги, Да степной бурьян. Знать не можешь Доли своей Может, крылья сложишь Посреди степей Вьется пыльно под сапогами Степями, полями А кругом бушует пламя Да пули свистят Эх, дороги, Пылья до туман Холода, тревоги, Да степной бурьян Выстрел грянет Ворнан кружит Твой дружок Бурьян Не живой лежит А дорога дальше мчится Пылится, клубится А кругом земля дымится Чужая земля Эх, дороги, Пыль до туман Холода, тревоги, Да степной бурьян Край сосновый Солнце встает У крыльца родного Мацыночка ждет И бескрайними путями Степями, полями Все глядя послед за нами Родные глаза Эх, дороги, Пылья до туман Холода, тревоги, Да степной бурьян Снег, ветер Вспомним, друзья Нам дороги эти Позабыть нельзя Аплодисменты Ну что сказать, дороги-то они Пролегают порой очень далеко от родины И для тех, кто эту родину защищает И даже если это далеко Как бы кто ни говорил Именно там далеко тоже защищают родину У нас наружная метель А здесь погода на заказ И многозвездный наш отель Апартамент экстра-класс Удокство снаружи Попала и хуже В другом практически город Здесь пальмочина красоты А море просто натюрморс Но видим только с высоты Мы эти красоты В процессе работы Мы трудимся в заморской дали Где звучит намаз И многие совсем не ждали Здесь увидеть нас Другие времена достали Мы пришли и дали Мастер-класс Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи не хотели, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нет Этикета Сюда не отдыхать пришли не в гости Мы днем и ночью Бомбы и ракеты Вкачиваем в цели Словно гости По самому прямому назначению Здесь каждый год любой-вой Одно приезжение и кипиш Кабина словно дом родной Вот только жаль мне не поспишь А хочется очень Особенно ночью Которой месяц не до сна И не уйдешь на берете По распорядку здесь война Что день, что ночь Рабочий день здесь Все-все-все на пределе Назначение цели Мы в нужный час и в нужном месте Выводим с небес И сразу станут цифры 200 Духи всего грех Прицельный к морге Тонкий крестик Миг на них поставит Шпирный крест Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи посмущались Но случилось Мы в деле по прямому назначению На этом небе нет Этикета Сюда не отдыхать Пришли не в гости Мнем и ночью бомбы и ракеты Калачиваем цели Словно гвоздь Пора за нам не умирать Но не привыкнуть Хоть убей нам жить В половину И к выстрелам В спину Минует нас по воле фарта Смерти холодок Года спустя Полетные карты Выцвежили сток Напомнит нам Довольно ярко Ближнее Но далекий столь На восток Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи были против Но случилось Мы в деле по прямому назначению На этом небе нет Этикета Сюда не отдыхать Пришли не в гости Мнем и ночью бомбы и ракеты Калачиваем цели Словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению Собираюсь туда вот Достаточно скоро, наверное А знаете, что очень порадовало Разговариваю Они говорят У нас 9 мая тоже будет Марш Бессмертный полк Вот там Ну это здорово Ведь это не только по всему миру Ну вернее Это не только здесь А это по всему миру Я тоже об этом потом скажу В свете тех вопросов Которые мне, допустим Сегодня задавали В телецентре «Восстанка» Там на работе Для меня было очень удивительно Тоже я об этом скажу Когда люди на войне Часто говорят Вот В первую очередь Они думают о родине Да не так это В первую очередь Мы думаем, конечно, О своих близких Батя, здравствуй Не верится ей Богу Навернулся я назад В родимый дом Батя, здравствуй Устыл я за дорогу И не спрашивай Пока что ни о чем Батя, здравствуй Был долгий год Как на войне Три за день Но снова мы вдвоем Батя, здравствуй Весь год сказать Хотелось мне обнять тебя Фразы все Потом За старым садим Мы столом покрепче Что-нибудь нальем Батя От тебя так отвык И стопка водки заберет Весь мир вокруг Перевернет Развяжет Мой завязанный язык Но как дела Даже пока И не болят Еще пока Иду, как прежде Прямо на пролом А жизнь Стремительно бежит И как цыганка выражает Но оглянулся Пожалуй, я потом Проблемы есть Когда их нет Не стал пока Немилым свет Хотя порой трясет Но лишь слегка На свой я вытянул Билеты с ним По жизни Столько лет По жизни я еду Бог с ним А пока Со старым садим Мы столом покрепче Что-нибудь нальем Ах, батя От тебя так отвык И стопка водки заберет Весь мир вокруг Перевернет Развяжет Мой завязанный язык Батя, здравствуй Года свое Клешней берут Это еще чуть-чуть Но постарел Батя, здравствуй И пусть в календаре Не врут Твой взгляд горит Все так же Как корел Батя, здравствуй Весь мир вокруг Перевернет Развяжет Тьмой Завязанный язык Романтик Кончился во мне Воюю даже И во сне Покрылись Пылью Детские мечты Ты сам Когда на спину гнул Лямку Триццек лет тянул А я теперь Вот так же Как и ты Стараюсь Правду говорить Не унывать И честно жить Как с мамой Научили вы меня И звезды Не хапают С небес И в грязь Пока еще не полезу Живу Как все Деньгами Не звеня За старым Садим Мы столом Покремче Что-нибудь Нальем А в Патя От тебя Так отвык И столько Водки Заберет Весь мир Вокруг Перевернет Развяжет Мой Завязанный Зык Счастливо Батя Так не хочу И уезжать И не разжать Пожать Или руки Счастливо Батя Ты молодцом И так держать Вот только Батя Маму Береги Счастливо Батя Не сильно Верю я Судьбе Но верю Я вернусь В ради Муду Счастливо Батя Я шепотом Скажу тебе И обниму А фразы Все Потом Спасибо К сожалению У нас уже не два года с лишним Но я вот все время Думаю О родителях Они не воевали Но уже Война была В том возрасте Когда они Это все Ну не то что понимали Они это все видели Мама у меня блокадница Она пережила Блокаду От дня до дня Практически Ее эвакуировали По дороге жизни За несколько дней До прорыва Окончательного Блокады Это когда же Никто не знал Расписание Скажем так Извините Уж так За такое верничание Когда это все будет И это Наверное То немногое Что она мне Рассказывала Они вообще Стараются Это не вспоминать Или держат Это в себе Когда она говорила Что машины Проваливались Под лед Ладожского озера А люди Оттуда не выпрыгивали Даже не пытались Просто вот они уходили И Пава рассказывал Как бомбили Горьковский автозавод А отец у него Не вернулся С войны Он погиб В 43-м году На Курской дуге И у каждого Уверен В этом зале Конечно есть Вот те О ком мы можем вспомнить Вот дай Бог Чтобы наши дети Внуки об этом помнили И наверное Это все зависит от нас Потому что Мы всегда думаем О своих ближних Так же как вот Вот я сейчас спел песню И говорю Что на войне Солдат всегда думает В первую очередь Не о родине А о тех Кто его ждет Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер Гудит в проводах Тоско звезды мерцает В темную ночь Ты любимая С нами спишь И у детской кроватки Треком Ты слезу вытираешь Как я любил Глубину твоих Ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Купали темная ночь Темная ночь Темная ночь Разделяя Подругу мою Подругу мою Эта вера Отпули меня Темной ночью Хоронила Радостная ночь Я спокойно Я спокойно В смертельном бою Знаю Встретишь С любовью меня Что б со мной не случилось Смерть не страшна С ней не раз Мы встречались В степе Вот и теперь Надо мною Она Кружится Ты меня здесь ждешь И у детской кроватки Не спишь И поэтому Знаю Со мной Ничего Не случится Чего Не случится Не случится Браво! Я такую Профессиональную песенку Спою Ну опять же Это из того Что все знают От Москвы до Бреста Нет такого места Где бы не скитались Мы в пыли С лейкой и блокнотом А то с пулеметом Сквозь огонь И стужу Мы прошли Безгладка, товарищ Песню не заваришь Так давай По маленькой Нальем Выпьем Записавших Выпьем Заснимавших Выпьем Зашагавших Под огнем Выпьем Зашагавших Под огнем Есть Что повод Выпить Есть Что Выпить Повод За Военный Провод За У-2 За М-2 За Успех Как Пешком Шагали Как Плечом Толкали Как Мы Воспевали Раньше Все От Ветров И Водки Хрипли Наши Додки Но Скажем Тем Кто Упрекнет Наши Наши Покач Наши 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 Повою Тихо В Бэйгод Наши 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 Повою Тихой Бэйгод Там Где Мы Бывали Нам Танков Не Давали Но Мы Не Терялись Никогда Наши Наши Газету А Нашев Мой Дорогой Кто Нибудь Услышит С ними Ты Напишешь Кто Нибудь Помянет Нас С Тобой Кто Нибудь Услышит С ними Ты Напишешь Кто Нибудь Помянет Нас С Тобой От ведров и водки хрипли наши глотки Но мы скажем тем, кто упрекнет С наши покачуйте, с наши поночуйте С наши повоёте хоть бы год С наши покачуйте, с наши поночуйте С наши повоёте хоть бы год Знаете, вот это оригинальный вариант Михаила Симонова Который в войну прошёл военным корреспондентом И оригинальный в чём? От ведров и водки Хрипли наши глотки А в официальной версии немножко по-другому Ну, даже оказывается в то время Правили всякие тексты Следующая песня, наверное, она в продолжение вот этой Потому что Я, кстати, хотел бы сказать Опять же, возвращаясь к военным корреспондентам А знаете, во время Великой Отечественной войны Среди военных корреспондентов погиб каждый четвёртый И буквально недавно Ну, просто вот сейчас вылетела фамилия с головы Умер, наверное, последний из операторов Которые снимали ту войну И, ну вот, в ближайшем будущем должны открыть памятник военным операторам Сейчас, ну, в России, я имею в виду Идёт, ведётся эта работа Должны его скоро открыть Я всегда с гордостью говорил Что я занимаюсь, опять же, этой работой Причём в двух телекомпаниях Это ВАИ НТВ Министерство обороны Республики Беларусь И малоизвестная компания НТВ В России есть такая Совсем малоизвестная Да, я всё время жутко говорю Да, но мы тоже занимаемся этим правильным делом Хотя про нас всё время говорят Это военная программа-осмотр Вы, говорят, какие-то не НТВшные Вы всё время про армию говорите хорошие вещи И вообще всё правильно А мы, в общем-то, спокойны тем, что нас никто не трогает Просто есть закон определённый Что на федеральном телеканале должна быть военная программа И с этим ничего не могут поделать Поэтому у нас очень минимальный бюджет Но мы, тем не менее, делаем то, что нам нравится Нам никто не ставит задачи А мы там убеждённые Вот такие военизированные люди А уже что касается телекомпании Воен-ТВ Учитывая, что она в составе Министерства обороны Беларусского То там просто никуда не денешься Мы занимаемся именно профильными делами Я к чему? Просто в этом году Недавно Несколько недель назад 15 апреля Вспомнилось 25 лет Четверть века Телекомпании Воен-ТВ Еще мероприятия Даже у нас такие праздничные всякие идут И торжественный прием с министром обороны Он состоится вот в конце мая Потом еще будут такие всякие дела И меня уже генеральный директор предупредил Говорит, ты же Я знаю, что эту песню не поешь И забываешь все время Но ты разучи ее, чтобы не следкая петь Потому что она будет министр Будет начальник штаба и так далее Надо ее будет спеть Я на Воен-ТВ в штате 1 ноября будет ровно 15 лет как работаю Но вообще я в этой телекомпании С самого ее основания Я писал песни определенные Я участвовал в каких-то программах Я кидал какие-то идеи Еще служа совершенно Ну мы все находились в одном корпусе Генерального штаба Для меня это действительно родной коллектив Ну и песня Вот в продолжение предыдущей Она уже более современная, конечно Но думаю, наверное, она не только про нашу телекомпанию А действительно тех, кто занимается военной темой Вот вчера в Кубинке опять же Когда все эти были мероприятия Связанные с генеральной репетицией парада Очень много тележурналистов Очень много знакомых, с которыми обнимались К сожалению, у меня это всегда вызывает улыбку Есть те, кто настолько далеки от военной темы Они приезжают, задают такие вопросы просто Я об этом могу долго рассказывать, но не буду Но это смешно Ну и тем не менее Все равно, даже если не профессионал Я считаю, дает репортаж о военных Все равно это правильно Народ должен знать о тех, кто его защищает Я всегда говорю, что те репортажи, которыми я занимаюсь Закон журналистики немного другой Он о том, что вот зритель, он должен это все Мы все делаем для зрителя Я всегда говорю, я делаю Для тех, о ком я снимаю Потому что это бывают порой такие места Куда как Макар телят не гонял И очень многие в этом зале там служили Потому что эти люди должны видеть по телевизору себя И понимать, что Родина вот хотя бы в таком виде о них узнают Потому что иной раз действительно там, ну не знаю Ну военные знают, допустим, карнизон Бороди И да Ну к примеру, я помню, ну лет 10 назад я туда приехал И вот мы делаем репортаж Потом заезжаем в дом, ну опять же там авиабаза Там, а что, нас покажут? Конечно же покажут И я вот стараюсь сделать так, чтобы они себя увидели Остальные, ну они это увидят, да Но главное, чтобы те, кто несут эту службу Понимали, что все-таки о них Родина знает Хотя есть эта фраза Родина слышит, Родина знает Вот Но тем не менее, ладно, да, я отвлекся от темы Но тем не менее, вот эта песня Которая была написана именно К юбилею телекомпании ВНТВ Это было 5 лет назад 20-летию Это вот продолжение предыдущей песни Мы вместе словно горизонт Перо, блокнот и микрофон Видеокамера с собой в арсенале Когда идем в эфир прямой То как на фронте словно в бой В своих атаках мы не раз в высотке брали После чему-то рассказать О тех, кто смог от жизни взять А мы о тех, кто взял Берлин победным маем Кто под огнем в атаку встал И жизнь за Родину отдал А мыль на хопе, извините, не снимаю Пусть отдыхает Голливуд Им подавай гламур, уют А мы мороз и лесной в окопе Это в норме Под грохот танков, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме Под грохот танков, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме В руках не трогнет объектив У нас военный креатив Мы далеки от слезно-мыльных сериалов Всегда пойти готовы в бой И зал по небам полевой Для нас роднее всех Всех гламурных кинозалов Пусть фестивали для других Дорожки красные для них А нам привычнее Дороги полигонов И чтобы дать свой репортаж Порой идем на абордаж Воен-ТВ Телекомпания в вагонах Пусть отдыхает Голливуд Им подавай гламур уют А мы в мороз и лесной в окопе Это в норме Под грохот танков, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме Под грохот танков, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме Пусть отдыхает Голливуд И подавай гламур уют А нам в мороз и лесной в окопе Это в норме Под грохот танков, пуш и гром В атаку с камерой идем На поле боя Телевидение в форме На поле боя Телевидение в форме Телевидение в форме Телевидение в форме Я что-то вот пою А сам думаю Под грохот танков, пуш и гром Мне нередко говорят Или постоянно говорят Ну да, конечно У тебя на концерты приходят люди Которые либо авиаторы Либо нынешние Либо мечтающие Либо те, кто летал И вот все в этой теме А я что-то вот пою и думаю А у меня сегодня в зале сидят два друга Которые танкисты Это Павел Зинов И Вадим Целюра Кстати, у Вадима Буквально вот Позавчера был день рождения Ребята, спасибо большое, что пришли Кто говорил, что танки не летают Еще как летают Помню, мы в школе учили стишок В классе их поэт В дом рассказывал детям Мол, хороши все работы, дружок Сотни профессий на нашей планете Выбрать на вкус я не принял совет Я за отцом и за братом тянулся Ну и, конечно, примером был дед Тот, что из неба войны не вернулся Бабушка мне говорила, внучок Колю ж летаешь, летай аккуратно Бог тебе помочь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Годы летели, я с ними летал И вспоминал я нередко бабулю Чаще когда, когда прямо влетал Мне молодили снаряды, бля В этот миг мне казалось, придел Вмиг, когда тетка с косою цеплялась К бабушке срочно вернуться хотел Чтоб мне с порога она улыбалась И когда тогда говорила, внучок Колю ж летаешь, летай аккуратно Бог тебе помочь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Время как пуля на вылет или в лёд Бабушка к деду давно улетела Только мне кажется, каждый полёт Смотрят они, чтоб меня не затяло Дед словно рядом хаманду даёт И их внучок атакую я прикрою Отвоевал я теперь твой черёд Помни, что с бабкой мы рядом с тобою Бабушка к деду Бабушка к деду твердят мне внучок Колю ж летаешь, летай аккуратно Бог тебе помочь, когда горячо Чтоб ты всегда возвращался обратно Бабушка к деду Говорила, внучок, Голюш, летаешь, летай я, Гуртана, Бог тебе в помощь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, Но не всегда, аккуратно, Всю жизнь летал, было, вылетал, Но возвращался обратно. Всем возвращаться, всем возвращаться. Спасибо большое. Прежде чем мы пойдем покурить, пару слов я хочу сказать. А, я, во-первых, расскажу анекдот. Старый, старый. Наверняка многие знают. Это времен 70-х годов. Начинается ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Здесь у руля был Леонид Ильич Брежнев, там Джимми Картер. Все, обмен ядерными ударами, Причем так очень все по-серьезному. В конце концов у всех заканчиваются ракеты, носители, боеголовки. Что там, что здесь, как бы так, ну вроде не очень знают, что там вообще, у кого что есть. Но, как бы, советская разведка доносит, что у американцев все закончилось. Леонид Ильичу докладывают тоже, что все закончилось. И, значит, и там Джимми, и здесь Леонид Ильич сидят и думают, блин, а что же делать? Тут открывается дверь, заходит в начале генерального штаба. Не помню, Агарьков тогда был, кто-то, может, раньше, не помню. Леонид Ильич, у нас там в Бурьяне нашли еще пять бомб атомных. Брежнев набирает картеры или Джимми. Пока у нас в стране бардак, мы не победим. Я это к чему? Я живу в Минске, в Сталинском дыре, у нас есть подвал, там сарай всякий. Я недавно спускаюсь в подвал, начинаю там доставать велосипед, нахожу какой-то подозрительный ящик. Это вот и оказался, этот Бурьян. Открываю, а там что-то там пару сотен дисков. Я летчик. Самое первое издание. Откуда они там? Я не знаю. У меня сразу возникли такие грустные, честно говоря, ностальгические воспоминания, когда Игорь Ткаченко, а это было 13 лет назад, 2006 год. Он говорит, диск вышел, они прилетали как раз в это время в Белоруссию, и русские витязи были первые, кто получили эти первые экземпляры. И Игоряша мне говорит, так, слушай, а он такой очень вновь все время, деловой? Ящик давай. Я такой, в смысле? У ящик с дисками. Говорю, ну на. Они попадут в те нужные руки, куда это надо. Я это почувствовал спустя какое-то время. Действительно, они летали, Игоряша раздавал эти диски действительно тем, кому надо с того времени. А я так, полушу тебя скажу, началось триумфальное шествие песни «Я летчик по планете». Хотя там песня еще в самой первой аранжировке, не все мне там нравится. Чем отличается диск от всех потом последующих переизданий диска «Я летчик», а он переиздавался шесть раз, там именно на нем только есть песня на стихе Бродского «Письмо генералу Зе». Я к чему? Я привез, он там продается. Ну, надо же продекламировать товары. Вот. Перекорд!